Переш, выходит 2 февраля. Это стильный шутер от первого лица на четырех игроков, объединенных единой миссией. Уничтожайте полчища твари среди черных песков Чистилища и продавайте их озолоченные трупы малодушным священникам. Убивайте величественных боссов и используйте вырученные деньги, чтобы попасть в Элизию, место космических откровений. Вы Амиетри, телесный дух, обреченный на призрачную жизнь на полпути к Чистилищу. Положите конец своим страданиям, совершив обряд Орфея и победив хтонических божеств, господствующих на вашем беспокойном пути в Элизию. Деливерас Марс, выходит 2 февраля. Фантастическое приключение с видом от третьего лица, которое продолжает сюжет Деливерас Де Мун. События разворачиваются спустя 10 лет после завершения миссии Фортуна. Главная героиня получает сигнал бедствия с Марса и отправляется в новое путешествие, чтобы вернуть ковчеги колонизаторов. Человечеству грозит вымирание, и только они могут спасти цивилизацию. По мере прохождения вас ожидает увлекательный сюжет, современная анимация на основе захвата движений и фотореалистичная графика на Unreal Engine. Tales The Backbone Preludes выходит 2 февраля. Игра представляет собой постнуарное повествовательное приключение с разветвленным сюжетом в виде серии взаимосвязанных виньеток о переменах, случайностях и последствиях. Игрокам предстоит провести четырех персонажей через знаковые моменты их жизни в населенном другими антропоморфными животными антиутопическом Ванкувере. Будучи сюжетным и тематическим приквелом Backbone, Tales The Backbone Preludes познакомит вас со множеством новых геймплейных элементов, взаимодействий, головоломок и влияющих на историю решений. По словам разработчиков, Tales The Backbone Preludes создается с прицелом на повторные прохождения, глубоко разветвленные диалоги и отслеживание принятых решений. Spellforce Conquest of EO выходит 3 февраля. Фантазийная стратегия с пошаговыми боями, действия которой разворачиваются в мире Spellforce. Игрок отправляется в увлекательное путешествие по континенту EO, чтобы заполнить свою книгу заклинаний и стать величайшим магом всех времен. В игре можно строить собственную башню и прокачивать личного мага, превратив его в самого могущественного волшебника на континенте. Для успешного путешествия нужно нанимать других героев свою армию, создавать миньонов и новые заклинания. В игре есть захватывающая сюжетная кампания с процедурной генерацией, которая позволяет пройти свыше 600 различных приключений. Hogwarts Legacy выходит 10 февраля. Это захватывающая ролевая игра с открытым миром, который известен вам по книгам о Гарри Поттере. Отправляйтесь в путешествие, находите фантастических тварей, меняйте своего персонажа, варите зелье, изучайте заклинания, развивайте таланты, чтобы стать настоящим волшебником. Станьте участником событий, которые разворачиваются на территории Хогвартса в конце 19 века. Ваш персонаж студент, владеющий ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир на части. Находите союзников и сражайтесь с темными волшебниками, чтобы решить судьбу волшебного мира. Ваше наследие – это то, что вы делаете. Напишите свою собственную историю. Wanted Dead выходит 14 февраля. Динамичный экшен-слэшер с видом от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге. События игры разворачиваются в футуристической версии Гонконга, где вам предстоит управлять девушкой, которая мастерски владеет огнестрельным и холодным оружием. Главная героиня – Ханна Стоун, которая служит в особом отряде гонконгской полиции. Дама вступает в дело там, где пасуют все остальные. По сюжету ей придется столкнуться с роботами, зомби-солдатами и прочими неприятелями. Отбиваться от врагов можно как холодным оружием, так и пушками. При этом Ханна регулярно использует эффектные добивания, отрубает врагам конечности и заливает местность кровью. Returnal выходит 15 февраля на ПК с улучшенной производительностью и рядом графических доработок, которые сделают путешествие Селены поистине незабываемым. Вас ждет полная версия игры со всеми дополнительными возможностями – приостановкой цикла, фоторежимом, режимом кооперативной игры и башней Сизифа. После крушения на постоянно меняющейся планете, Селена оказывается в упустевших землях забытой цивилизации и вынуждена изо всех сил бороться за жизнь. Каждое поражение, каждая смерть отбрасывает ее в начало пути. С каждым циклом этого головокружительного приключения меняется и сама планета и доступное вам снаряжение. Каждый виток открывает новые возможности, заставляет искать новые стратегии и способы противостоять местной фауне. Farrow & New Era выходит 15 февраля. Ремейк культового градостроительного симулятора Farrow, вышедшего в 1999 году. Новая версия обзавелась обновленной 2D-графикой, интерфейсом и улучшенной игровой механикой. Пользователям предстоит выступить в роли мудрого фараона и, возложив на себя обязанности правителя Древнего Египта, построить свое собственное процветающее государство. Eldorand выходит 16 февраля. Приключенческий ролевой экшен с видом сбоку и элементами метроидвании, вдохновленный творчеством Говарда Лавкрафта. В игре главный герой путешествует по ужасному миру, качается и выбивает снаряжение. Вас ожидает хардкорная боевая система. Игра будет наказывать, безрассудных игроков, желающих с наскока дойти до титров. Во время приключений можно найти множество видов снаряжения, различные реликвии и зелья, которые должны сделать тяжелое прохождение чуточку легче. Wild West Dynasty выходит 16 февраля. Это игра, которая совмещает такие жанры, как РПГ, симулятор жизни, выживания, строительство и управление ресурсами. Игроки смогут создать здесь свой собственный процветающий город и заниматься исследованием открытого мира Дикого Запада, который содержит различные сокровища, тайны и опасности. Играть в Wild West Dynasty можно как от первого, так и от третьего лица. Кроме возможностей создания собственного города мечты, здесь будет представлен длинный сюжет с десятками заданий, разнообразными диалогами и последствиями вашего выбора. Также приготовьтесь к изучению большого открытого мира с разнообразными природными условиями. Повсюду вас будут ждать опасности, сокровища, тайны и огромное пространство, где можно построить собственное поселение. The Tales of Bayun выходит 16 февраля. Нарративное ролевое приключение в сеттинге мрачного языческого фэнтези. Игра состоит из двух эпизодов, каждый с приятным геймплеем, уникальными главными героями, сюжетом и несколькими концовками. События игры разворачиваются в плоском мире, стоящем на трех демонах-медведях. В нем существуют любимые персонажи языческого и восточноевропейского фольклора. Богатыри, рыцари, язычники, дикие степные воины, черти, водяные, лешие, хозяйка медной горы и даже трехглавый змей Горыныч. Все они повстречаются вам на пути. А кот Баюн, этот вредный проводник, отпускающий ехидные комментарии, поможет, если повезет вам и главным героям распутать перипетии судьбы и решить сложные моральные дилеммы. Wild Hearts выходит 17 февраля. Приключенческий экшен про охоту на фантастических существ от создателей серии Dynasty Warriors. Вам предстоит путешествовать по миру, вдохновленному феодальной Японией, и выслеживать разных зверей. Арсенал включает не только обычное холодное оружие, но и особые сооружения, которые можно строить прямо на поле битвы. Игра поддерживает одиночный режим и кооператив до трех человек. The Settlers New Allies выходит 17 февраля. Современный перезапуск легендарной серии управленческих стратегий в реальном времени во вселенной The Settlers. В игре вам снова предстоит взять судьбу поселенцев в свои руки и отправиться на поиски нового дома. Вас ожидают захватывающие приключения, необычные испытания и древние таинственные силы, что затаились на неизведанных землях. Like a Dragon и Shin выходит 21 февраля. Приключенческий ролевой экшен в серии Like a Dragon. События игры разворачиваются в Киото 1860-х годов. В стране царит неравенство, но один самурай в поисках справедливости может изменить ход истории. Сакамото Рёма отправляется в Киото, чтобы найти убийцу своего отца, смыть с себя подозрения в убийстве и вернуть свою честь. Как говорится, береги честь с молоду, коли в детстве не смог. Ему суждено положить конец эпохи самураев и навсегда изменить будущее Японии. Atomic Heart выходит 21 февраля. Динамичный шутер с видом от первого лица в альтернативной реальности. Главным героем игры является советский агент специального назначения P3, который после неудачной высадки на предприятии 826 должен завершить выполнение секретной операции. И всё это в момент массового сбоя системы управления роботами. Вместо помощи людям они начали убивать бывших хозяев, поскольку в них была встроена секретная боевая программа на случай войны. Игра порадует безумной советской атмосферой в футуристическом сеттинге, а также захватывающим сюжетом, который призван развлекать на протяжении всего прохождения. Redemption Reapers выходит 22 февраля. Тактическая ролевая игра с пошаговыми сражениями, от создателей Эндер Лилис. Действие разворачивается в мрачном фантазийном мире, на который напали легионы страшных мортов. Спасти человечество от истребления решается отряд Пепельные Ястребы. Когда-то люди прозвали его Безжалостными Жнецами за внезапность атак и хитрость. В темные времена именно эти Жнецы дарят человечеству надежду. Отряд состоит из пяти героев, каждый из которых обладает уникальными умениями. По ходу прохождения игроки могут прокачивать навыки каждого персонажа, чтобы повысить свои шансы на победу. Sons of the Forest выходит 23 февраля. Продолжение The Forest о выживании в лесу. Новый таинственный лес, новые монстры и мутанты-людоеды. Главный герой отправился на поиски пропавшего миллиардера на отдаленном острове и попал в адское место, кишащее каннибалами. Чтобы выжить, он ищет ресурсы и пытается соорудить место для сна и укрытия. Охотится и крафтит различные предметы и оружие. Крафтить, строить и бороться за выживание можно как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Blood Bowl 3 выходит 23 февраля. Является третьей частью серии про американский футбол в жанре фэнтези. Игрокам предстоит снова надеть бутсы, застегнуть шлем, поправить наплечники с нагрудником и отправиться в кровавую спортивную схватку. Соберите все свои силы и возглавьте команду игроков из 12 доступных рас с уникальными характеристиками. Продумайте стратегию и не оставьте противнику ни единого шанса. Company of Heroes 3 выходит 23 февраля. Это смесь экшена, тактики и стратегии. Станьте во главе жарких сражений в реальном времени, а затем руководите общей компанией в качестве генерала, тщательно планируя каждый шаг. Сокрушайте противника при помощи как совершенно новых, так и уже знакомых фракций, боевых единиц и международных боевых групп. Управляйте наземными, воздушными и морскими войсками, а также организуйте линии снабжения на новой динамической карте компании. Kerbal Space Program 2 выходит 24 февраля. Продолжение обучающего и веселого научно-фантастического симулятора, основанного на реальных законах физики. Вам предстоит создать космическую программу, построить мощный космический корабль, спроектировать колонии по сбору ресурсов и многое другое, чтобы раскрыть секреты галактики. Новые анимированные обучающие материалы, улучшенный пользовательский интерфейс и полностью переработанные инструкции по сборке и полету позволяют как опытным, так и начинающим игрокам быстро проверить свои творческие способности, не жертвуя ни одной из проблем оригинальной игры. Scar The Buff выходит 28 февраля. Научно-фантастический экшн-шутер с перспективой от третьего лица. Ученый-астронавт Кейт Уорд оказывается в чужом мире, который наполнен всевозможными опасностями. Начиная проводить исследования, она узнает, что раньше на этой планете обитала технологически развитая цивилизация, которая оставила после себя множество полезных вещей. Собирая их, Кейт может создавать разнообразные предметы, включая и оружие, которое поможет в борьбе против ужасных монстров.